Вижу здесь две важные точки роста. Во-первых, профессор уже это отмечал, это, конечно, крайне высокая поддержка, так скажем, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на государственном уровне. Это и финансовая поддержка, это и поддержка со стороны образования. Вот профессор упомянул, 60% выпускников китайских университетов, они идут по инженерной специальности. То есть это идет огромный массив специалистов сейчас готовится. Если мы посмотрим на финансовую поддержку, то в среднем ее увеличение ежегодно, темп ее увеличения в два раза больше, чем рост самого волового внутреннего продукта. Откройте бюджет китайский на нынешний год и посмотрите. Рост ВВП запланирован на уровне примерно 5%, а наращивание инвестиций в научно-технические исследования на уровне 10%, в два раза больше. То есть Китай в этом смысле денег не жалеет. Но это не главное. Фотовольтаж, солнечную энергетику. Ну что, технологию солнечной энергетики, технологию фотовольтажа Китай изобрел? Нет, не Китай. Но Китай умудрился внедрить эти технологии на практике настолько хорошо, что сегодня он является глобальным лидером. И по новым установленным мощностям солнечной энергетики, по ее развитию, по производству солнечных батарей, по экспорту солнечных батарей и так далее, и тому подобное. То есть суть в том, что у Китая есть преимущество внедрения, опыт этого внедрения новейших технологий. А в сфере новейших технологий вообще сама по себе технология, собственно говоря, стоит очень мало, если ее не внедрять. И у Китая есть преимущество внедрения, преимущество развивающейся страны. Это хорошо.